Федеральная служба безопасности России предотвращен террористический акт в городе Кимры Тверской области. В результате проведения мероприятий задержан причастный к подготовке поджога в здании органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих. Гражданин России 2001 года рождения, у которого изъяты модернизированный в боевой аналог травматический пистолет ПМ с самодельными боеприпасами, три самодельных зажигательных устройства по типу «Коктейль Молотова», холодное оружие, средства связи и дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса России «Приготовление к террористическому акту». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Утром 10 мая в доме номер 5 по Садовому переулку произошел пожар. Возгорание случилось на 6 этаже 10-этажного дома. Огнеборцы для ликвидации возгорания проникли на место с помощью автолестницы и в считанные минуты потушили огонь. В огне никто из людей не пострадал. Причина пожара выясняется. В Твери на здании медицинского университета демонтированы две мемориальные таблицы, которые располагались на этой стене с начала 90-х. Исполнили представление прокуратуры, которое было вынесено 28 октября 2019 года о приведении в соответствии с действующим законодательством размещения мемориальных досок. Прокуратура Центрального района Твери разъясняет, не найдены документы, подтверждающие, что поляков, заключенных из Осташковского спецлагеря, расстреливали именно в здании по улице Советская, дом 4, как сказано на мемориальной доске. Когда прокуратура вынесла представление о снятии незаконно установленных табличек, общественный деятель Максим Кормушкин установил мемориальная табличка в память погибших польских граждан, изготовлена и установлена польской организацией «Катынские семьи». Но со стороны этой организации не было никаких попыток участвовать в дальнейшей судьбе мемориальной таблички, хотя Кормушкин публично сообщал о будущем демонтаже. Мы готовы обеспечить достойное хранение этой таблички и в случае, если выйдет какие-то представители, законные владельцы этой таблички или какие-то организации, готовые взять на себя ее, так сказать, экспонирование, дальнейшую судьбу, потому что мы готовы передать. Дело в том, что хоть эта табличка была незаконно установлена на здании Медакадемии, не имея никаких исторических на то оснований, но она сама по себе представляет собой уже исторический память, исторический памятник фактически, реликвию. После демонтажа одна из табличек будет храниться в медицинском вузе, а вторую, польскую, забрал на хранение Максим Кормушкин. Я, например, считаю, что у нее достойное место есть и на мемориале медное, с определенным комментарием, с определенными, так сказать, пояснениями, что это за табличка, откуда она взялась, как была повешена, как она была снята. Ежегодно к табличке поклониться репрессированным родственникам приходили поляки. Выводы прокуратуры наводят на мысль, что долгие годы предметом поклонения была историческая мистификация. Символично, что демонтаж совершился в канун Дня Победы.